А есть ли пары, которые заведомо находятся в группе риска? Вы знаете, сказать, чтобы пары прямо находились в группе риска, это, наверное, зависит от того, как пары себя ведут. Есть два способа поведения, которые могут приводить к тому, что конфликты затягиваются. Чем быстрее и эффективнее люди найдут способы выхода из ситуации, сложившейся, тем кризис проходит безболезненнее. И способы поведения, которые люди используют, вот есть два способа, которые приводят к тому, что конфликт может затянуться, кризис затянуться. Это один из способов, это попытка избегать решения проблемы, избегать поиска какого-то решения, то есть делать вид, что всё в порядке, всё хорошо. Проблема никуда не девается, напряжение растёт, и это приводит к тому, что отношения накаляются. И второй способ, это попытка добиться своего любой ценой, то есть продвинуть вот своё видение ситуации, это отказ от попытки договориться. Ну, получается, всё зависит от человека, как настроен и как себя поведёт, ну, он в паре. Да. Правильно, Аша? Да. А вот есть общепринятые даты семейных кризисов, там, один год, три года, семь лет, одиннадцать лет. Так или если, ну, почему именно эти даты, вот почему именно этот промежуток времени, вот у пары происходит кризис? Ну, в семье, как, собственно, и у каждого человека, семья проходит свои этапы развития, да, вот как человек сталкивается с разными кризисами в течение своей жизни, вот ни для кого не секрет, и все знакомы с таким распространённым и очень явным кризисом, это кризис подросткового возраста, да. И точно так же и в семье, семья тоже проходит этапы своего развития и сталкиваясь с теми ситуациями, в которых она не была раньше. Ну, вот если говорить о кризисе первого года жизни, то это, как правило, больше такие бытовые вопросы, когда люди вынуждены находиться очень долгое время вместе, им приходится договариваться и вырабатывать какие-то способы взаимодействия, вот на одной территории, это вот кризис первого года жизни. Дальше не обязательно, что эти кризисы возникают у всех пар и не обязательно, что именно в этот период, следующие два кризиса, они связаны с появлением ребёнка первого в семье. И когда появляется ребёнок, то, соответственно, полностью меняется взаимодействие в паре, да, уже приходится вот это маленькое существо, с которым приходится иметь дело, полностью меняется темп жизни, распорядок жизни, у людей появляются у родителей новые роли, ну, точнее, они раньше были мужем и женой, партнёрами, теперь добавляются ещё роли родительские. И это тоже приходится к этому приспосабливаться, вырабатывать какие-то способы взаимодействия друг с другом новые, которых не было раньше. Ну, и дальше тоже вот то, с чем закономерно сталкивается семья в своём развитии. Это нормативные кризисы, они возникают, ну, очень часто и непредсказуемо достаточно. Скажите, а вот есть какие-то методы, способы, чтобы именно в эти конкретные даты, когда вот чувствуют, наверняка пара чувствует, что набегает, а как-то этого избежать? Возможно, стоит парой выехать куда-то, как, в общем, заново найти эти отношения? Ну, насчёт избежать, я не знаю, насколько это получится и нужно ли это, но здесь тёплые доверительные отношения могут очень помочь, и обсуждение того, чего хочет каждый из партнёров от этих отношений, да, и в изменившейся, вот сложившейся новой ситуации. Это обсуждение, то, что может помочь, и попытка договориться, найти то, что устраивает обоих. Скажите, а вот на такие вот кризисы влияет как-то психотип человека? Возможно, есть какие-то психотипы, которые вообще несовместимы? Не уживаются вместе? Знаете, я думаю, что здесь больше, наверное, зависит от желания людей быть вместе, находить какие-то выходы, да. Могут возникнуть какие-то, конечно, трудности, если люди очень сильно разные, но это может и привести, наоборот, к тому, что, ну, люди станут богаче внутренне, да, они друг у друга чему-то научатся. Может быть и так, может быть по-разному.